Увидев эти символы, можно сразу понять, о каком городе идет речь. Море, солнце, горы, пальмы и минеральная вода Мацесты, визитные карточки Сочи. Эскиз Герба поручили разработать Союзу художников. Над непростой задачей полтора года трудились Елизавета Травенова и Михаил Воротынцев. В марте 1967 года художники представили на суд Геральдического совета 25 вариантов эскизов. Первый из них оказался самым удачным и точно отражающим специфику уникального города-курорта. Геральдическими сюжетами отражены все наши основные богатства города. Также остались горы, символ горно-климатического курорта. Золотая пальма символизирует южную пышную растительность, восходящее солнце, развивается курорт и, естественно, теплое море. Также остался не на гербе, это символ Мацесты, как главного бального климатического курорта. Мы спросили у сочинцев, знают ли они, что изображено на гербе города и с какими символами у них ассоциируется любимый Сочи. Должно быть изображено море, много синего и, ну, не знаю, возможно, рыба, ну, либо корабль. Думаю, изображены лыжи, да, горы, действительно, может, море, корабль. Мацеста изображена, пальмы, ну, что еще, волны, море, я сейчас не помню. Море, пальма, что еще, солнце, пляж, песок. Ну, наверное, море и горы. И еще что-то. Ну, еще, наверное, Мацеста. Город Сочи, наверное, ассоциируется с символом тигра. Нет? Еще главный символ города – это Михаил Архангел, потому что вот стоит стела большая и как бы встречает людей, защищает Михаил Архангел в городе Сочи. Море, солнце, апельсины. Отметим, что за создание герба Сочи и вклад в историю города художники Травинова и Воротынцев получили вознаграждение – 700 рублей, что по тем временам считалось очень крупным гонораром. Юлия Хрусталькова, Дмитрий Петрий. Время новостей. Юлия Хрусталькова.